Я, короче, в детстве сделал деревянную лодку из фанеры, и, ну, у меня было где-то, не знаю сколько, ну, я был где-то в девятом классе, в десятом, может быть, я там накопил кое-как эти деньги на то, чтобы купить фанеру для лодки, а потом узнал, что надо еще стеклоткань и все остальное. В итоге меня так зачмырили с этой лодкой, что я кучу денег потратил, но ее не доделал, и у меня это пятно осталось на всю жизнь. И теперь я сделаю лодку, на которой всех прокачу, всех, кто меня чмырил за эту лодку, докажу, что я умею делать эти лодки. Друзья, всем привет! В предыдущей серии мы показали два мотора, которые мы поставим сюда, в эту волжанку. Наверняка у вас возникнет вопрос, как же мы поставим эти два лодочных мотора по 250 сил. И, конечно же, да, у нас есть уже рендер, мы уже эту идею в голове воплотили и даже уже начали ее делать. И в этой серии вы уже увидите нижнюю часть, на которую встанет Волга, моторы, и вы поймете, как все это будет закреплено и в целом выглядеть по концепции. Но перед тем, как рассказать самое интересное, давайте просто пробежимся по мелочам, которые мы уже сделали с этой волжан. Мы освободили все подкапотное пространство, вырезали арки колесные. Демонтировали двигатель, убрали кардан, задний мост, всю подвеску абсолютно. И теперь мы будем приступать к тому, чтобы поставить эти два мотора. А также нам еще предстоит сделать огромную работу по салону, потому что там тоже будет много изменяться. Мы хотим чуть-чуть расширить салон, добавить полезной площади, потому что эти кресла нам точно не подойдут для того, чтобы ходить по воде. Как минимум они тканевые, они быстро промокнут. Также тоннель нам тоже не нужен, потому что у нас уже не будет никакого кардана, не будет заднего моста, задней подвески. Мы это тоже будем убирать. Еще мы убрали газовое оборудование, потому что оно нам точно не пригодится здесь, в этой Волге, в этой концепции. И мы тоже будем здесь немножко подрезать, потому что все, что здесь стоит, нам не нужно. И нам надо получить как можно больше пространства, чтобы закрепить бензобак, аккумуляторы, все управление, электронику. И все это будет сконцентрировано в задней части по большей степени, может быть, чуть впереди. Нам нужно будет рундуки для того, чтобы положить спасательные жилеты, для того, чтобы положить всякую атрибутику, там, якорь, лебедку и так далее. То есть нам надо много-много места, чтобы все это сюда уместилось. И так как у нас колес не будет, мы вырежем подколесные арки, закроем это аккуратно листом, скорее всего, алюминиевым, для того, чтобы получить как можно больше полезного места и сделать салон просторнее. И еще один момент, для того, чтобы это плавающее создание было более безопасное, мы решили вырезать крышу по максимуму, сколько это можно, и сделать туда люк, который не имеет привода, да, который просто как шторка. Для того, чтобы кататься, мы сели, отодвинули, поехали, чтобы если вдруг какой-то там несчастный, неловкий, неудачный момент, нам придется выпрыгнуть из лодки, то мы выпрыгнем через крышу, потому что через двери можно не успеть, и это, я считаю, небезопасно. Поэтому ради безопасности мы решили вырезать крышу, сделать тканевый люк, который будет открываться или закрываться легко и в любой момент. Даже если там, допустим, пошел дождь, да, можно его будет застегнуть, поехать, но мы в любой момент можем его обратно откинуть. Поэтому такой момент не ради красоты, а ради безопасности. Ну что, друзья, перед тем, как показать рендер, я хочу рассказать немножко техническую историю его создания. Для того, чтобы нам нарисовать, мне пришлось купить 3D-модель в Волге. Она идет один к одному абсолютно, там, может, расхождение в один миллиметр, и то, скорее всего, на заводе это расхождение появилось, а нет. То есть мы проверили рендер, он действительно рабочий, точнее, модель. Затем мы решили сделать основание. Вариантов было масса, да, там, купить какой-то готовый катер сверху поставить, сделать какой-то плоскодонный катер сверху поставить Волгу, или, там, поставить на заднюю часть и сделать какое-то дно. Ну, в общем, вариантов было куча. Смотрели интернет, разные вариации. В итоге решили сделать понтонного типа. Это будет у нас два понтона, которые вы полностью спроектировали сами. Они будут алюминиевые, на них встанет сверху машина, на каждый понтон встанет Волга, и выглядит это примерно вот так. Что тут получается? То есть у нас Волга, два понтона. Я сделал немножко прозрачность, чтобы вы видели внутренности. Она, получается, крепится сверху. Колесные арки у нас закрываются листом металла. Вот два мотора. Один мотор у нас сделан так, чтобы визуализировать наклон максимальный. Но такой наклон, я думаю, нам не понадобится. То есть это максимальное отклонение мотора, когда он запрокидывается. Трансовая плита 25-миллиметровая. Вот, предусмотрели разные карманы для того, чтобы помпу поставить и так далее. То есть лючок для помпы. Вот, в принципе, тоже усилили по максимуму все внутри. Все это из 4-миллиметровой стали AMG-5 с маркировкой M. Внутренние перегородки тоже из четверки сделаны. Еще боковые усилители из трубы. Внутри труба тоже 60 на 80 и 60 на 60. Она играет как усилитель. Снизу выглядит вот так. То есть у нас здесь еще уголок по длине идет. Перемычки. Труба идет 4-миллиметровая, тоже AMG-5. Здесь мы сделали небольшие ремы. Сама длина понтона идет 7 метров. Честно сказать, я думаю, для нашей волны, которая на Волге, этой длины будет достаточно. Для того, чтобы ее относительно мягко проходить при ветре не более 5 метров. В целом, вот так мы проводили небольшое испытание в 3D-модели. То есть там запас получаси 5-кратный у нас как минимум. Но это исключительно по 3D-модели и по использованию программ специальных. Больше никаких испытаний мы не проводили. Конечно, всяких перегородок. Руба жесткости мы заложили с запасом. И я думаю, даже толщина металла тоже идет с запасом здесь. Ну что, друзья, предлагаю перейти сейчас в другой цех. Там уже варится первый понтон и даже уже второй начал собираться. Я покажу детально, как мы его начертили, как нарисовали рёбы жесткости, сама конструкция. Мне интересно будет услышать ваше мнение, ваши комментарии. Хватит ли жесткости? Хватит ли жесткости для двух моторов для того, чтобы водить эту Волгу? Ну и, кстати, я хочу сделать акцент на то, что у неё нету мотора, у неё нету подвески. У неё много чего теперь нету, как бы, соответственно, кузов сам облегчится. Ну что, пойдёмте смотреть. Не забывайте оставлять свои комментарии. Прямо сейчас варится тот самый первый понтон. Он из алюминия 4-х миллиметрового. Мы полностью сами его проектировали, проектировали все перегородки. Собирать его было одно удовольствие, потому что мы спроектировали так, как конструктор. Каждая деталь вставляется друг в дружку, вставляется прям очень плотно от резинового молоточка. То есть мы собрали внутренний каркас полностью с перегородками и потом начали приваривать вот эти верхние листы. На картинке казалось страшнее. Мне показалось, что понтоны будут маловаты для этого проекта. Но на самом деле, когда я вживую это всё увидел, вот эти 7 метров целиком, мне стало уже менее страшно. Варим мы всё это полуавтоматом. Полуавтомат выглядит у нас вот так. Подобрали нам специальную проволоку для сварки AMG-5M. И, кстати, многие говорят, М типа морской. Ни хрена это не морской, это просто маркировка. И она никак не является там морской, не морской. Не связана абсолютно. Но это не суть. В этой части у нас будет крепиться лодочный мотор. Один из... Мы ещё будем усилять здесь трубой. Тут тоже будут небольшое количество пластинок. Соответственно, здесь будет у нас помпа. Мы предусмотрели также небольшие отверстия под слив воды. В каждой части корпуса мы сделали отверстие для того, чтобы вода стекала в заднюю часть. Ну и, конечно же, есть ещё мысль, ну это 100% мысль есть, что и она будет реализована. Мы будем заполнять каждый отсек. И для этого мы предусмотрели карманы. Это у нас верхняя часть понтона, которая будет закрываться уже после финальной сборки. После того, когда мы установим кузов, она будет завариваться. И здесь заложили карманы, которые позволят забить полностью каждый отсек наших понтонов. И мы забивать хотим спененным полиэтиленом. То есть мы хотим нарезать его на кубики, которые будут помещаться в эти карманы. Забьём и потом герметичной крышкой закроем уже всё это сверху. Это вот, кстати, задняя часть. Здесь будет, она будет стоять вот так. Здесь крепится двигатель на трансе. Обратите внимание, какая толщина плиты, да. И здесь ещё будет усилитель из трубы и будет много других усилителей. Я ещё хочу обратить внимание как раз на те вещи, про которые я говорил, что собирается всё как конструктор. Вот даже здесь мы заложили отверстие, которое помогает спозиционировать вот эту часть с этой частью. Получается, после этого оно чётко встаёт на свои места. И мы уже там собираем на прихватке и далее обвариваем. Так у нас собирается весь понтон. И не было никаких нюансов, недопониманий, как, что и где и собирается. Вот здесь у нас находятся как раз те самые перемычки, которые мы собираем. Сейчас готовим для второго понтона. Они собираются как конструктор, который помогает нам быстро и качественно всё это собрать. И ещё один моментик. Здесь вот у нас лежат уже перемычки. Эти перемычки у нас приварятся к верхней части, по которой мы будем ходить, для того, чтобы пол был жёстче, не прогибался. То есть они будут опираться ещё на часть конструкции нижнего понтона и привариваться к верхнему листу, по которому уже будем ходить. То есть мы постарались продумать все важные мелочи и перестраховались в плане жёсткости. Поэтому у нас их очень много всяких перемычек. Ещё будет металлокаркас из профильной алюминиевой трубы. Из таких труб у нас будет состоять каркас. Это алюминий АМГ-5 без буквки М. Но, тем не менее, он тоже жёсткий, имеет ту же консистенцию. Толщина стенки 4 мм. Мы уже всё здесь подготовили, нарезали. И когда у нас будет второй понтон, мы уже начнём всё это вместе связывать. Надеюсь, что жёсткости хватит, но на первый взгляд её здесь более чем достаточно. Вот такая вот прекрасная спецификация у нас сделана для того, чтобы трубы нарезать. То есть здесь есть всё количество труб, углы, нужные длины. Далее у нас идёт уже каркас, как он будет выглядеть, какие усиления и так далее. То есть все детали пронумерованы. Здесь уже выставлены размеры, как всё это варить. В общем, сделано всё для того, чтобы не ошибиться и сделать всё правильно. Поэтому мы делаем вот такие красивые спецификации, нарезку, на все-все-все детали, которые мы сами спроектировали. И на этом, наверное, всё. Это основные моменты в плане конструкции понтона. Может быть, есть какие-то важные вещи, которые мы упустили. Поэтому оставляйте свои комментарии. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этой конструкции и проекта в целом. Ну что, друзья, я хочу сказать огромное спасибо за то, что вы смотрите наш контент. Мы будем стараться делать ещё круче. И поэтому в следующем видео я решил разыграть 1000 рублей среди тех людей, которые оставят комментарии под этим видео. Условия простейшие. Вы просто оставите комментарии, мы рандомно выбираем победителя и переводим 1000 рублей на карту. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok